Итак, всем привет! Сегодня 8 июля, и я снимаю панораму Москвы и Московской области с высоты 22 этажа из дома, расположенного по адресу улицы Свободы, 99, корпус 1, в доме 25 этажей и 214 квартир. 22 этаж, вид на северо-запад и север Москвы, также часть Московской области. Бутаковский залив, бывший поселок Новобутакова, Ленинградское шоссе, развязка на вершине Ленинградского шоссе с МКАДом, старые Химки, левый берег, новые Химки, улица Свободы. Въезд в Новые Химки, выход на балкон, микрорайон Левобережный, канал имени Москвы, Ленинградское шоссе. Алешкинский лес, Путилково, закат солнца, время вечернее, понедельник, 8 июля 2019 года. Есть любители таких пейзажей, всем это очень нравится, и мне тоже кому-то не страшна высота, кто-то, конечно, боится. Но я тоже люблю такие пейзажи, на рамы Москвы, частично Московской области. В данный момент это северо-западная и северная часть Москвы. Такая красота, кулесной массив, впереди ЖК Утилково, городской округ Красногорск. Улица Свободы в сторону Химок и Куркина. Самое главное, хорошо видно небо. Вот, необычная погода в течение всего дня менялась. Метро, кипермаркет, АЗС, Газпром, нефть. Здесь три варианта для обзора. Три смотровые площадки, деловой бизнес-центр, кантри-парк. Два стройки новых Химок. В ту сторону западная Дегуньна, промзона района Дмитровский. Северный район в Москве. Очень хорошо видно, что много лесных массивов. Химкинский лесопарк, Алешкинский лес. Зелени в Москве много. Видно район Северная Тушина, на северо-западе Москвы. Район Левопережный, на севере Москвы. Также на севере Москвы западная Дегуньна, Дмитровский, Северный. Воды тоже много. Даковский залив, канал имени Москвы. В общем, природа в Москве разнообразна. И высоты 22 этажа с улицы Свободы. Это очень хорошо видно. Подмосковье. Новые Химки, старые Химки. Частично Долгопрудный, частично Красногорск. В общем, вот такая вот панорама частей Москвы и Московской области с высоты 22 этажа. Такая вот красота. Я это снял. Так что, наслаждайтесь видами на Москву и Московскую область с такой вот высоты. Так что, всем пока.